ЮНИСЕФСКИЕ. Разрабатывал для школьников всей России. Лобби было мощным. Вот тогда и приезжали представители ООН, ЮНИСЕФ, и они всё время гнали, гнали, гнали. Нас собирали на совещание всевозможное и говорили, запретите учителям дополнительные задания. Вы знаете, что такое советский учитель? Детки, кто не понял, так, так, если со второго раза не понимает, после уроков останься. Значит, было запрещено давать бесплатные консультации. Говорилось так, это быдло должно платить, все должны платить. То есть учителя ломали как не можно только. Ему, с одной стороны, давали маленькую зарплату, и ещё такие программы, которые не дают возможности учителю самому даже найти логическое содержание. Там идёт просто слом мозгов, просверливают мозги, и ребёночек приходит, он ещё хочет, у него ещё потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, всё снижается, а потом начинает реанимировать эту вот его мотивацию. Но в пятом-шестом классе он просто заявляет, что он не хочет учиться. В седьмом классе он начинает грубить, хамить и мстить. Вот откуда в американских школах, а теперь у нас, такая месть учителям, они мстят за свою вот эту вот детскую боль, когда они хотят понять и не могут. А учитель не объясняет. Учитель собирает родителей в собрание и говорит, моё дело дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами. И это тоже инструкции вот этих всевозможных управлений образования на местах. И вот сейчас выросло целое поколение, которые выросли, извините, на презервативах, на инструкциях, что пользоваться можно только одноразовым шприцом. Вы поймите, что это инструкции, которые в программах были. Вот этот наркотик, он сильный, от него привыкание. А этот наркотик, он не сильный, от него нет привыкания. Морихану можно хранить, но только в малых количествах, за это ничего не будет. А если ты много будешь хранить, то это вот уже наказуемо. Холи закрыли всё-таки, да? Через некоторое время оно раз всплывает в Калининграде, всплывает в других городах. Те же программы. Огромные деньги заплачены, и это даже не вопрос денег. Это вопрос идеологии. Там, где идеологии, там уже вопрос не денег. Есть задание зачистить мозги нашим детям, души развратить, всё сфокусировать в сексуальной сфере. Всё. Животное. Животное, не способное ни созидать, ни продолжать род человеческий, ни тем более сопротивляться. Вот что надо. И, конечно, снижение народонаселения на планете. Наше министерство образования является источником уничтожения душ и мозгов наших детей. Плодя неуспешных учеников, учительство повышает как-то свою материальную базу. И это запущен механизм сверху. Вы понимаете? Но это какая-то, ну я не знаю, дьявольский механизм. Серафим Роуз назвал советскую школу 70-х годов школой семейного типа. Отношения учителя и учеников были детско-родительскими отношениями. Что с ней сделали? С ней сделали точную кальку с американских школ, где на уроках должен сидеть омбудсмен, который следит за дисциплиной. Видя всё то, что творится сейчас в нашей стране, есть у нас единственный путь встать на серьёзную борьбу против уничтожения собственных детей, собственных семей, собственной страны. Наш народ по наивности своей не хочет умирать. По наивности своей он хочет любить своих детей и своих мужей, жён. Он всё ещё мечтает о возвышенной любви одной на всю жизнь. И вот эта мечта – залог возрождения нашего народа. У нас сейчас не так много времени прошло от той нормальной жизни, которой была 20 лет. У нас есть ещё люди, которые это помнят. Ещё есть носители нашей русско-советской культуры и образования. Мы – народ-победитель. С бедой мы умеем справляться. У нас все шансы победить.